МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести» Карачаева-Черкесия. С вами в студии Мадина Лайпанова. По поручению президента Российской Федерации Минэкономразвития разработала порядок поддержки строительства модульных гостиниц. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда. Она реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Регионы смогут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц до 11 мая. Подробнее об этом рассказал директор Департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития России Дмитрий Веригин. Мы продолжаем одно из самых важных направлений – развитие инфраструктуры комфортного отдыха в наших регионах. По поручению президента разработали порядок поддержки строительства модульных некапитальных средств размещения. Данная поддержка направлена на оперативное наращивание средств размещения по всей территории страны, а также создание современного номерного фонда. Данная программа активно проявляет интерес и регионы, и бизнес. В настоящее время правительством утверждено соответствующее постановление. Минэкономразвития России объявляет о старте с 20 апреля конкурсного отбора инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. На эти цели выделено 8 млрд. рублей на ближайшие два года. Данные средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения. Инвесторам необходимо подготовить документы в соответствии с утвержденным правительственным перечнем и направить их в органы исполнительной власти в регионе, курирующей туризм. Далее ожидаем поступления заявки субъекта Российской Федерации, Центр обработки вызовов системы 112 отметил свой первый юбилей. Эта молодая служба уже помогла многим. Оперативно, вежливо и корректно. Именно так они принимают все вызовы. Альбина Ламкова пообщалась со специалистами лично. Оператор 112, что у вас случилось? Населенный пункт, где вы проживаете? 28 лет Алла Дробязко дала службе диспетчера. Из них 5 лет она работает в Центре обработки вызовов системы 112. Это тот случай, когда человек нашел свое призвание в жизни. Главное качество специалиста службы – стрессоустойчивость, внимательность и быстрая реакция на звонок. Имея такой опыт за плечами, Алла Ивановна не только научилась максимально быстро и грамотно реагировать на экстренные вызовы, справляться собственными эмоциями, но и обучила не одну группу операторов. Кто звонит – плачет, кто звонит – кричит, кто звонит и замыкается, не знает, что сказать дальше, как обращаться. Ну вот обучаем наших операторов, чтобы они были готовы к приему всех таких вызовов. Поэтому человек, который работает оператором службы 112, не должен подпадать под впечатление. Без эмоций быстро понять причину звонка. Все это приходит с годами. Темы обращений разные и все о помощи. Есть те, которые волей и неволей оставляют отпечаток в памяти, говорит Алла Ивановна, вспоминая недавний звонок. Обратилась женщина в состоянии паники. Ее ребенок задыхался. Время шло на секунды. Даже минуты не прошло, второй вызов от нее идет и попадает на меня. И она уже кричит, что ребенок перестал дышать. И тогда быстро этот вызов приняли. Быстро стали звонить на скорую, чтобы они ускорили свой выезд. Они сказали, что скорой передадут, чтобы они ехали быстро с сиреной. И все. Вот такой случай успели. В день юбилея Центра обработки вызова в системе 112 труд Аллы Ивановны был отмечен. Как и большинство ее коллег пришли поздравить виновников торжества из разных ведомств республики. Мы все знаем, что служба спасения вызов 112 для каждого человека, когда он набирает этот номер, это что-то такое трудное или что-то произошло. И вы всегда рядом. Быстро, грамотно и оперативно принять вызовы и назначить службу. Основная задача оператора, говорит директор Центра гражданской защиты Борис Белайпанов. На сегодняшний день в структуре ведомства пять смен. В сутки через четыре заступает по восемь человек. В их состав входят в обязательном порядке психологи, переводчики с английского языка и инженеры, для того, чтобы система работала бесперебойно. Есть нормативы по количеству штатных сотрудников. Каждый год его увеличивают. А во время пандемии, кроме основных обязанностей, служба активно работала, оказывая помощь населению и принимала вызовы по номеру 122. Мы надеемся, что в ближайшее время мы доведем штат сотрудников до нормы положенности. На нашу республику положено 12 человек в смене. Для нас всех цель как можно быстрее отправить тех специалистов, тех экспертов, которые помогают нашему населению, чтобы минимизировать, так сказать, потери и различные негативные влияния. Колоссально тяжелый труд. Ни один звонок не должен остаться незамеченным. Каждое обращение должно быть грамотно отработано, отметил директор Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи Адзорохтов. Не понаслышке знаю ту нагрузку, которую вы несете в этом направлении. Мы с такой же нагрузкой сталкиваемся и сами у себя на работе. Поэтому в первую очередь хотелось бы пожелать вам терпения. Надо отрабатывать все это психологически и пропускать все это через себя. Звонки поступают самые разнообразные. Вы должны в максимально короткие сроки успеть все это принять. За пять лет операторами центра обработки вызова в системы 112 поступило более миллиона звонков. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести Корчаева, Черкесия. Есть такая профессия – родину защищать. Под таким названием в Черкесске прошло торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. Подробности у Али Баташева. Торжественный внос знамен страны. Гимны России и Карачаева-Черкесии открыли мероприятие. Военный комиссар Сергей Белобородов напомнил, что с 1 апреля 400 призывников из республики будут направлены для прохождения воинской службы и рассказал о ее преимуществах. На сегодняшний день служба в армии определяющая для молодого человека, потому что, ослужив именно военную службу по призыву, для молодого человека открываются двери во многих сферах профессиональной деятельности. Потому что на сегодняшний день при наборе на работу как в органе государственной власти, федеральные исполнительные органы, приоритетом считается военная служба. На мероприятии подвели итоги месячника патриотической спортивной и оборонно-массовой работы, в котором участвовало около 15 тысяч школьников. Спасибо всем педагогам и ребятам за то, что к организации этих мероприятий вы всегда подходите ответственно и с душой. Они направлены на патриотическое воспитание молодежи, укрепление здоровья, развитие культуры и спорта. За участие в различных конкурсах, соревнованиях лучшие получили награды. Керам Куркмазов стал победителем смотра конкурса «Юн армеец» в городе Черкесске. Он с детства собирается стать профессиональным военным и служить своей стране. Служба в армии – это первое дело – это мужество, отдать долг родине – это, конечно, хорошее дело. И поэтому я собираюсь служить. А он сегодня служит? Конечно. И даже сейчас служит, и брат служит старший. И сейчас есть дядя, он воюет на Украине. И поэтому я считаю своим долгом тоже послужить и тоже отдать долг родине. В ходе мероприятия прошла торжественная церемония – присяга юнармейцев. Несколько десятков мальчишек и девчонок с красными беретами в руках произнесли слова клятвы. «Быть патриотом и достойным гражданом России. Клянусь! Клянусь! С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь! Клянусь! Клянусь!» Старшие юнармейцы с гордостью показали свои навыки обращения с оружием и строевую выправку. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В станице Зеленчукской отметили День ветерана органов внутренних дел, Министерства внутренних дел. На мероприятии отметили труд полицейских, которые на протяжении службы отдавали себя работе во благо безопасности и благополучия граждан. Работники силовых структур ведут активную патриотическую работу среди молодежи. Даже после ухода на пенсию они остаются в строю, остаются наставниками для молодых сотрудников полиции. Делятся своим бесценным опытом, помогают в раскрытии преступлений. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили ветеранов, внесших свой вклад в работу правоохранительных органов, представителей районной администрации за поддержку, а сотрудников полиции за доблестную службу во благо Отечества. За сотрудничество и информационную поддержку был отмечен коллектив ГТРК Карачаева-Черкесия. Вы очень много прошли, вы сделали очень большую работу, нужную работу для этих районов. Прежде всего, это говорит о чем? О том, что в этих районах у нас всегда, мы уверены и знаем, что у нас всегда будет спокойствие, стабильность. Всегда на вас рассчитываем. И сегодня мы рассчитываем на вас и уверены, что вы, если нужна будет ваша помощь, ваша поддержка, вы всегда откликнетесь. По сей день остаются основой вашей деятельности, совесть, честь, полная самоотдача и работе. Верность данной клятве служит своему Отечеству. Вы с честью несете гордость звания ветерана МВД. Юбилей собирает друзей. По таким названиям прошел вечер-портрет, посвященный 75-летию талантливого писателя-прозаика, видного государственного и общественного деятеля. Руководителя Ногайского театра Валерия Казакова. На мероприятии побывала Альбина Курочинова-Кенжева. На праздники забрались писатели, поэты, журналисты, общественные деятели, артисты и студенты. Директор библиотеки Салый Хапчаев поприветствовал гостей, торжественно открыл декаду Ногайской литературы и поздравил Валерия Казакова с юбилеем 75 лет. Ногайский народ, народ с историческими корнями, интересной культурой, начало которой уходит в глубокие века и тысячелетия. Естественно, культуру, историю, искусство, литературу его создают, создавали поэты, писатели, художники, историки, творцы искусства. Одним из ярких, таких талантливых личностей этого народа является нами всем уважаемый писатель и поэт Казаков Валерий Сипирович. Министр по делам национальности и массовым коммуникациям Альберт Кумуков сообщил, что книга Валерия Сипировича включена в план книжное издательство республики. Вы являетесь примером для нас, нашим учителем. Спасибо, что вы никогда не отказываете нам в помощи, в советах, мы можем обращаться к вам. Валерий Казаков – выпускник Литературного института имени Горького, член Союза писателей СССР и РФ. Лауреат литературной премии имени Горького за лучшую первую книгу молодого автора, за произведение «Звезда Бабай». Также премии Союза писателей СССР. Валерий Сипирович является автором популярных произведений на ногайском языке. Будучи творческим человеком, стал основателем Ногайского государственного драматического театра в Карачаево-Черкесии и возглавил его. Благодаря его упорству и трудолюбию, самый молодой национальный государственный театр России сегодня успешно гастролирует по местам компактного проживания ногайцев по всей России. Говорить на своем языке, писать на своем языке и понимать, что ты входишь в огромный большой мир, мир, значит, литературы, входишь в культуру, общероссийскую культуру. Это когда столько народов Российской Федерации, более 200 народов Российской Федерации, и ты являешься какой-то частицей вот этой великой культуры. Много теплых слов было сказано в адрес юбиляра от друзей и коллег. Неоценим вклад, Валерий Сергеевич, ваш вклад в общественно-политическую жизнь ногайского народа, Карачаево-Черкесии, а сейчас и России тоже. И ваш вклад в литературу на ногайцев Карачаево-Черкесии. Мы все ваши ученики, вы наш Аксакал, мы вас любим. Коллектив Ногайского театра устроил небольшую концертную программу. Библиотека продемонстрировала подборку кадров из жизни Валерия Казакова. И в заключении вечера состоялось вручение благодарственных писем. Альбина Курочинова, Кенджи Валек Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите рубрику «Сила права» с Белой Джозаевой. Продолжение следует...